Сегодня по опросам, даже президент об этом говорит, о том, что самое большое недовольство это медицина. Вот я проехал там больше 120 городов, ни в одном я не встретил, где бы сказали, вот у нас с медициной хорошо. Ну то есть от слова совсем. Ну я не беру Москву, там может и Санкт-Петербург, а все остальные там отъезжающего, 100 километров от Москвы, там медицины нет как таковой. У нас же страна одна или нет? Вот зарплата должна быть в любой точке нашей страны у врача одинаковая. Ну тогда это будет страна единая. А если у нас в Москве, знаете, 150 тысяч врачу платят, а где-нибудь там в Тамбовской области платят 15 тысяч, или там в селе там у Леты, там Забайкалье, там еще меньше, то понятнее не будет. Ну это логично абсолютно. По-моему, это не Бинон Ньютона, это настолько простая вещь, что зарплата должна везде платиться одинаково. Там, во всяком случае, в государственных учреждениях. Это должно быть главнейшей задачей государства. У нас две, ну три точнее главные задачи. Первое, это оборона страны, слава богу, ее решили. Здравоохранение людей, здоровье людей, это такое же национальное достояние. Ну очевидно, абсолютно. Третье, это, естественно, образование. Вот мы сегодня, решать эту проблему я вижу по одному. Во-первых, всем платить одинаковую зарплату, где бы он ни был. И тогда он с удовольствием, может быть, поедет в сельскую местность, потому что многие расположены к этому делу. Но если он будет получать такую же зарплату, как условно там в Воронеже, в Калининграде или еще где-то. И второе, конечно, должно быть в Советском Союзе была отработка. Если ты за бюджетные деньги получил образование медицинское, будь добр, 3-5 лет отработай туда, куда тебе поедешь, пошлет государство. Вот так было. И подняли все, и здравоохранение было одной из лучших в мире. Сейчас система выплат, она настолько запутана, настолько усложнена с учетом вот этого фонда медицинского страхования, который непонятно чем занимается. Скорее всего, он просто штрафует врачей за разные там, то, что он мне написал, отчет, еще что-то снимает с них, там, всякие возможные копейки, которые и так они получают. Вот пока мы не ликвидируем все фонды в нашей стране, вот этих аглоедов, которые тратят на себя десятки миллиардов, ничего не будет. Фонд медицинского страхования. Простите, у нас что, с медициной ужас просто творится. Пенсионный фонд, но не будем даже говорить про это. Фонд социального страхования. Ну, все плохо, от слова совсем. Где нет фондов, там вроде может и ничего даже. Ну, например, армия. Там фондов нет никаких. Прямое финансирование идет. Гособоронзаказ идет на промышленность. Тоже нет никаких фондов. Тоже все хорошо. Мы выполняем его почти на сто процентов, там, плюс-минус два-три процента. Партия Родина давно предлагает ликвидировать этих всех аглоедов. Я не понимаю, зачем они вообще нужны. Медицина – это национальное достояние страны. То есть, если мы сможем обеспечить здоровье нации, то это главнейшая вещь. Все едут куда лечиться, если у них что-то сложности? В Москву. Так у нас и опустеют все регионы. Потому что они, естественно, вымываются естественным путем. Потому что можно получить только здесь высококлассную медицинскую помощь. А почему это так? Век технологий, век всего. Если он специалист и радеет за этим делом, да сиди он где угодно, хоть в деревне. По интернету он получит все необходимые консультации. Уже все это есть. И он бы там работал с большой удовольствием. Иначе мы вообще потеряем не то, что там населенные пункты. Страну потеряем. У нас что, Москва, посмотрите, какими темпами растет. Ну, еще там лет 50, да и у нас вся страна будет жить в Москве и в Санкт-Петербурге. Так что ли? То есть, это надо прекращать. Нужно просто закреплять на местах людей именно вот такими способами. Именно материальными средствами. Врач должен везде получать одинаково. И в Тамбовской области, и в Забайкальском крае, и в Москве, и в Санкт-Петербург, и Калининграде. Поэтому мы выйдем с таким законопроектом, чтобы все врачи получали одну и ту же зарплату, если они работают по одной и той же специальности, с одной и той же категорией. Вот так должно быть. Тогда мы эту проблему решим и нивелируем. И вообще нам нужно тратить на здравоохранение не те копейки, которые у нас сейчас, а значительно выше. И это можно сделать. Деньги в стране есть. Другой вопрос, значит, кто мы их приоритетно тратим.